Собрал гемератор в активности, записал параметр на конденсатере 181,5 нФ, я замерил. Вот он тут 220 нФ, но я замерил его прибором, точнее показывает 181,5 нФ, частота на гире 11,47 кГц, это чистая синусоида. Я померил индуктивность, получается на калькуляторе это около 1000 мкг, или тогда получается такая примерно частота. И вот я еще подумал, что можно вместо транзистора, чтобы он там закрывал, когда этот ключ закрыт, просто диод поставить, если он будет не пропускать, не будет коротить то самое, что там есть. То есть вот электроны, мы условно договорились, что движется от плюса к минусу, и ток движется назад, от плюса к минусу. Допустим ток движется от плюса к минусу. Ток идет, 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 идет. Тут в диод упирается, не может. Ток идет, идет через катушку, потом через эту катушку, идет через транзистор. Потом, когда обратная АДС возникнет, тут станет плюс, а тут станет минус. И вот ток идет от плюса к минусу. Он от плюса идет, 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 идет. И тут уже он через диод проходит. И то самое, что закорачивает эту катушку, и вот идет на минус. Я сделал, намотал вот такую катушку. Вот она, трехслойная. Трехслойная. Сперва один слой, потом сделал вот этот один слой. Мотал, 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 мотал. Потом сделал вот такую петельку. Потом начал обратно мотать, опять такую петельку. И потом тут и вот выходит. Вот такая вот индуктивность получается 100 мг. Если закорачивал я вот этот провод, куском провода вот этого конца, вот тут, чтобы вот эту среднюю катушку закоротить. Как бы ключом представляем, что мы тут закорачиваем ключом транзистором. Тогда вообще гир не работает. Он вообще не может завестись. Такое чувство, что короткое там замыкание происходит. Это подтверждает вот то самое на генераторе. Вот потребление. Теперь 0,5 ампер. Где-то даже чуть-чуть меньше. И вот если проводом корочу вот эти, ток подпрыгивает до 2,5 ампер. Какая-то стилограмма меняется. Вот, то есть пропадают любые колебания после импульса. То есть как будто какое-то короткое замыкание происходит. Я был удивлен таким. Я думаю наоборот, что когда закорачиваю индуктивность вырастет. Потому что так вот эта катушка, как будто с этой катушкой они как бы в противофазе индуктивность уменьшается. Либо вот эта с этой в противофазе тоже индуктивность уменьшается. То есть без индуктивно намотан. А тут как-то что-то не то. Когда закорачиваешь вот эту катушку, как-то воспринимается она как трансформатор, как будто замкнутая обмотка или что-то такое. Что-то непонятное происходит. Может если мотать все сразу тремя проводами, может как-то по-другому будет. Вроде все и правильно намотал. Если мотка представить, что это нет. Тут кусок провода. Вот две катушки. Вот они намотаны вот так вот. Теперь если мы замкнем вот так, получится без индуктивный. А если вот так, то как уже получается бифиляр Тесла. Субъективный бифиляр. Индуктивность должна как-бы вырасти. Субъективный бифиляр. 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 Закороченная вводка трансформатора. Тоже так само. Ведь свойства трансформатора никуда не убрать. Вот. Потом. Ладно. Хотел сказать. И что? Вот. Тут нужно отзор поставить. Посмотреть, что будет. И одно, и второе. В общем, тут как бы все очень сложно происходит. По тому, что там объясняют. Не знает он как-то. Там такое чувство, что человек осциллографа не имел. Там может совсем на другом принципе работать. Потому что большую установку не смогли сделать. Сделали фейк. Видимо не получилось. Поэтому решили фейк сделать. Маленькая там, вероятно, на другом принципе работа. Это не такие предположения. Может все так работать как-то не описано. Вот просто. Что-то на большую, что-то не так целую. Так. 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 Вот. Поставил диоды. Три в параллели. Вот потребление два ампера примерно. Чуть меньше. Нужно меньше, чем тогда, но все равно достаточно, ток вырос, колебания тоже затухли, просто юборист, то есть тоже ток вырос, поэтому непонятно, мне кажется, что что-то не то, что ничего хорошего не получится, что что-то видимо. Может это что-то в схеме неправильное, в общем, знаю, это может человек просто так какую-то ерунду написал, выложил в интернет, чтобы посмеяться. В общем, я проверил, поставил и вот так диод, как тут нарисованы, и обратной полярности, проверим и так, и так, только с ним все хуже. А потом вот тут еще диоды, и тут параллельно, и тут параллельно 3 диода. И вот тут лампочку подключал, 12 вольт, 5 ватт кажется. Вот, когда нет вот этого диода, не в том, не в том направлении этих диодов, тут лампочка горит, самое яркое и потребление самое малое. Когда этот диод либо тут, либо тут, тогда все ухудшается и потребление только растет. Так что, тут автор, похоже, что что-то недосказал, либо какой-то ерунду он сказал. Вообще, вот с диодами в одном направлении какое потребление? 2 ампера. Лампочку подключаю немножко, потребление растет еще. Теперь подключу диоды в другом направлении. Тоже примерно 2 ампера. Теперь лампочку включу. Лампочка вообще очень слабо горит. Потребление чуть-чуть вырастает, но в таком направлении это нарисовано как на этой схеме. То есть как правильно, когда транзистор бы коротил эту обмотку. Потребление 0,5 ампера. Потребление 0,5 ампера. Потребление 0,5 ампера. Это самое малое потребление и самое яркое горит. Мне кажется там очень много недосказано, что в этой схеме можно на транзисторе попробовать. Что-то вижу, что уже дело идет нехорошо, нам нужно больше пояснений снять. Вот даже логически, если рассуждать, тут набирается обратная АТС, потом закорачиваем одну катушку. Становится как замкнутая обмотка и обратная АТС вся уходит на эту замкнутую обмотку. Просто ничего там не вычисляется, не вычитается, как там пишется. Просто воспринимает, как будто есть еще одна обмотка и ее время обратное взяли из-за каратини. Еще такая интересная вещь, что когда я проверял, например, этот трансформатор и другие, вот еще вот проверял и сферитом, и бисферитом, и когда обратная АТС идет, я предполагал, что когда вот так эта лампа не подключена, никаких диодов не было, была обычная катушка намотка в одну сторону. Ну, как бы все обычная катушка, можно сказать. И там вот трансформатор обычный. И вот когда подключал вот нагрузку, 55 ватт лампу, 12 вольт, так потреблял, например, 1 ампер, подключаю лампу, лампа горит ярко, и потребляю 3-4 ампера в зависимости от частоты. Хотя вроде бы это уже обратная АТС, и потребление не должно расти как бы, но она растет, так очень неслабо растет, вот это меня тоже удивило. Она такого не рассчитывала. Я думаю, это потому, что растет, потому что, когда обратная АТС замыкается через нагрузку, сама на себя, она как-то, видимо, или подмагничивает сердечник, или что-то там, как-то на него воздействует, и начинает сердечник, как-то теряется индуктивность, или что-то. И потом уже как повторно идет это набирание энергии в катушке, оно уже с меньшей индуктивностью, и поэтому уже начинает больше потреблять. В общем, как это пояснить, не знаю. Почему так, может как-то обратная АТС в короткое замыкание подойдет, но как-то намогничивает сердечник. Но я и без сердечника пробовал. В общем, там поле какое-то создает. В общем, не знаю, почему так. Но я все проверил, все правильно подключил. Так что, похоже, тут какая-то ерунда. Тут нужно либо больше пояснений, либо больше деталей. Так я вроде все сделал как-то не говорится. Индуктивность не замерена как при таком, как при закороченном. Когда закорочено, у меня вообще гир даже не работает. Сейчас, вероятно, не удастся даже индуктивность замерить, потому что эта мотка кратительная. И становится как трансформатор с замкнутой обмоткой. Хотя, по идее, трансформатор с замкнутой обмоткой все равно должен иметь индуктивность. Может мне нужно было менее емкий конденсатор взять? Это может слишком большое сопротивление этих моток. По идее, как там пишется, что эта обмотка не становится. Становится как бы две обмотки и как бы выше индуктивность. Так можно понять. А вот если нельзя примором замерить эндоктивность, так получается, что она ниже. очень низко становится. Так что, можно сказать, все выполнил как по описанию. Ничего не получается. И вот 55 ватт лампы 12 вольт. Все питается на 20 вольт. Вот потребляю на холостом ходу. Где-то 0,4 ампера. Вот теперь через диоды от обратной дыры запятаю лампу. Вот тут. Один на 100, второй на плюс. Вот она и помирается. И вон как ток вырастает. До 3 ампера. А то всего грамма как меняется. И вот почему. Потому что мы питаем от обратной УДС. Вот тут плюс. И вот тут я подключаю лампу. И плюс не может пройти его через диоды. Поэтому это чисто от обратной АДС она питается. Почему так сильно? 6 раз растет потребление. Понятно. Это от обратной АДС по идее должно. Но потребление никак не меняться. О, ничего. Продолжение следует...